И по пути в Минск борт номер один совершил посадку в Самарканде. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. У трапа самолета Александр Лукашенко встретил исполняющий обязанности президента Узбекистана, премьер-министр страны Шавкат Мерзиёев. Глава белорусского государства посетил кладбище Хазрат Хизр, рядом с мемориальным комплексом Шахизинда, и возложил цветы на могилу Ислама Каримова. Затем Александр Лукашенко направился во дворец форумов, где пообщался с вдовой президента Татьяной Каримовой и высказал ей свои соболезнования. А с премьер-министром обсудил взаимоотношения официальных Минска и Ташкента. Этот визит не таким должен был быть. Ну что, жизнь идет, продолжается. Ее не изменишь. Ну а наша с вами задача сделать так, чтобы вот этот терпеливый узбекский и белорусский народы, очень талантливый, они имели достойное взаимоотношение. И я уверен, что вот в ближайшее время, вот год, два, три, мы обязательно уйдем от этого смешного товарооборота. У нас есть огромный потенциал. Мы нуждаемся в вас, вы нуждаетесь в нашей экономике. Они сопрягаемы, у нас нет, они взаимодополняемы в нашей экономике. Вы, как бывший премьер, это знаете. Да и настоятельно вам приходится сейчас задвонить работу. Прекрасно знаете нашу экономику. Поэтому мы действительно договоримся и определим на рамке нашего официального визита, когда вы уже сформируете правительство, здесь президентские выборы проведете. Ваш приезд в родной город, наш уважаемый славянный вечер, встреча с Татьяной Акбаровной. Сейчас наши переговоры, это большая поддержка в эти тяжелые дни. Это большая утрата для Украины. Это утрата, невосполнимая утрата. И вот когда мы чувствуем в плечо настоящего друга, который в эти тяжелые минуты поддерживает, это, я думаю, сегодняшний ваш визит народ Узбекистана еще и еще раз благодарит. И я думаю, сегодня вся республика наша ощутила то искреннее отношение ваше к Исламу Аблиганиевичу, к народу Узбекистана. Напомним, официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан должен был начаться сегодня, но отменен в связи со смертью Ислама Каримова. КОНЕЦ